Если представить, как по абсолютно необжитым районам шли геодезисты, по территориям, на которые не было ни карт, ни схем, в лучшем случае там бывали охотники, хотя в отдельных районах даже охотники красноярские не бывали. О том, насколько тяжело было первым геодезистам покорять земли, сейчас можно судить в первую очередь по размерам и огромному количеству предметов в музее кафедры геодезии и картографии Красноярского государственного аграрного университета. Как рассказывает Александр Сафонов, учебный мастер и создатель музея, большое количество старинных инструментов и материалов, применяемых в геодезии и землеустройстве, ему приходилось искать самостоятельно вместе с коллегами. Другие помогли найти студенты. Здесь можно увидеть интересный прибор. У него, собственно, не сам прибор, а сколько его название. Кипрегель, визирный снаряд главного штаба. То есть дисциплина сначала развивалась в геодезии как военная, и поэтому некоторые названия остаются такими. Вот с такими приборами была снята большая часть территории в начале России, а затем и в продолжении длительного времени Советского Союза. В него нужно смотреть. Через него наблюдаем на рейку, считываем отсчеты. И кроме того, чтобы выполнить съемку, нужно при помощи вот таких таблиц произвести пересчеты. Их сменили вот эти. Кипрегели-автоматы, кипрегели-номограммы. Здесь уже были заложены специальные номограммы, которые позволяли сразу в поле без вот таких справочных книг определять те значения, которые нужны были для того, чтобы определить положение любой точки. Для того, чтобы снять точные данные, геодезисты устанавливали приборы на штативы. Некоторые из них не складывались. В комплект для работы входили и две рейки. В общей сложности где-то за 30 килограммов было. Опять же, учитывая то, что нужно было день работать, нужно было взять с собой воду, нужно было взять с собой продукты какие-то, то вес еще становился более серьезным. Среди экспонатов в музее можно увидеть и результаты трудов первых геодезистов. Карты, своего рода отчеты путешествий по Центральной Азии Николая Прожевальского, карты времен Столыпинских реформ, есть и карта, которой в этом году исполняется 200 лет. Это генеральная карта Российской империи с соседственными землями, с показанием почтовых больших и малых дорог. Карта интересна тем, что очень детально показана европейская часть и очень слабо отражена Средняя Азия. Вот этот гриф красный соответствует нашему для служебного пользования. То есть это только для тех, кто находится на службе. Все возвышенности показаны, даже небольшие и мелкие, лесные массивы, все отображено. Города, переименованные в советское время, вот, допустим, Ленинград, Петроград, Москва на немецком и английском, Сталинград царицем, два названия. Здесь даже отмечены села, которые не были никогда административными центрами. В одном из них я родился. И поэтому мне стало очень грустно, когда я увидел название. Причем тоже необычное написание. Мамон, слева написано верхний, справа нижний. Я родился в Нижнем Мамоне, который никогда не был районным центром даже. Но здесь он отображен. Как говорят сами геодезисты, наука началась с обычной ленты, которая измеряла Землю. Теперь же современные специалисты владеют приборами лазерного измерения и спутниковой навигации. Не изменилось одно – востребованность профессии. Геодезистов очень мало, очень мало. Эта профессия является на рынке труда дефицитной и высоко востребованной, и высоко оплачиваемой. Геодезия, да и землеустройство в частности – это образ жизни, образ мышления. Это человек, который должен знать все и уметь все. Он должен быть психологом, он должен уметь найти общий язык с коллективом. А коллектив разный. Рабочий состав до недавнего времени – это были люди, освобожденные из мест лишения свободы. Землеустроителей, владеющими знаниями геодезии, Красноярский аграрный университет выпускает с 1996 года. Кстати, теперь освоить геодезию можно и в Аэрокосмическом университете. Первые геодезисты выпускаются как раз в этом году. Так что двери для любителей изучать мир и даже космос открыты.